Сегодня президент страны Владимир Путин огласил послание федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и введение основных задач на перспективу. Чувашию на церемонии оглашения представляли глава республики Михаил Игнатьев, председатель государственного совета Альбина Егорова, председатель общественной палаты Алексей Судлинков. Президент страны подчеркнул, что задачи носят долгосрочный характер, но работать на стратегические цели необходимо уже сегодня. Если раньше мы выполняли его поручения и делали доступным дошкольное образование для детей старше трех лет, то сейчас фактически выделяются дополнительно огромные средства на то, чтобы в ближайшее время вообще дошкольное образование стало доступным для детей младшего возраста, ясельного. И тогда мы потратили 130 миллиардов рублей на 5 тысяч детских садов и более миллиона дошкольных мест было создано, а сейчас у нас выделяется фактически 147 миллиардов рублей из федеральных региональных бюджетов. И к 2021 году должна быть 100% доступность для детей в возрасте до трех лет. Поэтому сейчас тоже акцентирую внимание на то, что у нас Чувашская республика является лидером по количеству выделенных из федерального бюджета средств на строительство детских садов для детей от двух месяцев до трех лет. И сейчас у нас фактически общая сумма средств из федерального бюджета составляет почти 2 миллиарда рублей, то есть это 1 миллиард 749 миллионов рублей. И мы на первом месте среди всех регионов по количеству дополнительно выделенных средств на решение этой проблемы. И поэтому мы десятками сейчас детских садов будем открывать. Мне очень понравилось то, что сняли ограничения по земскому доктору, по возрастным ограничениям. И сейчас можно приглашать всего в сельские больницы охотить людей не только молодых, но и более старшего возраста. Но особенно порадовало обеспечение работников школ в сельской местности. Это земские учители, новые программы национальные, по которым мы тоже укрепим кадровые системы наших школ. Это даст своего рода толчок развития села и конкретно прозвучавшее поручение правительству из Уст-Вадима Владимировича подготовить программу развития села дополнительно. Я думаю, что президент видит, что деньги, которые направлялись в последнее время в агропромышленный комплекс России, дает хороший положительный эффект, наш доход от экспорта, продовольствия, чистого экологического продукта, дает уже больше выгода, чем продажа вооружений в целом мире. Мы в госсовете, конечно, примем мероприятие, которое будет направлено вместе с исполнительной властью Чувашии, и будет направлено на выполнение посланий президента Российской Федерации. Нас ждут значительные перемены в области цифровизации экономики. В первую очередь это затронет инфраструктурные проекты, будут развиваться каналы связи, население получит широкополосный доступ в интернет, школы будут переведены на высокие скорости интернета, что позволит им получить доступ к очень многим проектам, лекциям, онлайн-обучению. Одним из толчков, которые бы помогли реализовать те проекты, о которых говорил Владимир Владимирович, это, безусловно, вектор на усиление школы обучения выпускников, студентов, практики на реальных предприятиях в IT-секторе. Вот это направление нам необходимо развивать и совершенствовать.